Здравствуйте, дорогие друзья! Очень рад снова вещать. Снова вещать и поделиться чем-то, что я бы так сказал, из категории пророческого послания для церкви. Не просто какого-то там, какой-то проповеди, общения, а то, что Господь имеет в виду и желает для церкви. И это уже начинает происходить и будет просто разрастаться и увеличиваться. И мы будем видеть это реально в своей жизни. Прежде всего, хочу обратить внимание. Вчера вечером я размышлял и пришли такие мысли, начали наводнять меня такие мысли. И я верю от Господа, что услышал такое поверхностное пребывание в слове, поверхностное рассмотрение слова. Есть те, которые делятся словом. Бог поставил апостолов, пророков, пастырей, евангелистов, учителей, дьяконов, старейшин и так далее. Есть разные категории людей, которые непосредственно делятся словом. И есть те, которые принимают то слово, которое также Господь высвобождает через них. И это нормально. Это нормально. Знаете, когда человек незрелый, когда человек незрелый, или когда он недавно принял Иисуса Христа, ему нужно словесное молоко, он еще не настолько зрелый, чтобы самому научиться выбирать себе пищу. Поэтому человек, он питается всем, что ему дают. Вот что ему приносят, какую пищу ему приносят, такой пищу он питается. Если это мамалыга какая-то, он питается этой мамалыгой. Если это омары, он питается омарами. Если это какая-то чечевичная похлебка, он питается чечевичной похлебкой и за все благодарит и такой радостный, довольный, веселый. Но по мере того, как человек растет, его рацион пищи меняется. И, соответственно, прием его пищи, он также меняется. В том смысле, что человек сам решает, человек сам решает, что он будет есть. К примеру, если вот семья идет куда-то в кафешку или идет в ресторан, и у них есть очень маленькие дети. Они приходят, садятся за стол, берут меню и начинают рассматривать. Взрослые обычно выбирают то, что они хотят. Бывают, конечно, ситуации, когда детям дается выбор все, что они хотят. Но обычно это не так. То есть, родители могут взять детей и не скажут так вот, что хотите, то выбирайте. Вот, что хотите, не важно что. Все, что на меню, читайте, все, что понравится, выбирайте. Что хотите, то и пейте. Вот, выбирайте. И там еще какая-то водка, какие-то там пивасики и так далее и тому подобное. Нет. Детям предоставляется определенный выбор, но всегда в ограничительных рамках. У этого выбора есть определенные ограничения. И потому, что родители знают лучше, что лучше детям есть, что полезнее детям съесть. И они дают им выбор в рамках этого ограничения. Скажут, вот, у тебя есть выбор. Видишь, здесь написано детское меню. Вот есть детское меню. Или вот в этом большом меню есть общие блюда для всех, а есть вот такие вот детские блюда. Вот, пожалуйста, выбирай. И ребенок, вот уже исходя из этого, то, что ему предоставлено, он может выбирать. Но зрелый человек выбирает сам свою пищу. И вы знаете, та проблема, с которой я сталкиваюсь и которую я вижу, скажу честно, повсеместно, в той или иной степени происходящее в церкви, это поверхностное восприятие слова. Довольно мало людей, которые реально углубляются в слово. А углубляться в слово можно только одним способом. Некоторые думают, что углубление в слово это прочесть 10 раз это слово или сотни раз. В этом есть определенный аспект и в этом есть определенный смысл, потому что таким образом слово будет запоминаться. Некоторые думают, что углубление в слово это по 500 раз исповедовать Это также аспект немаловажный и значимый, потому что исповедание уст важно. Но попугай, он тоже может исповедовать с утра до вечера, но это также его не изменит. Он может что-то выучить наизусть, хотя даже толком будет говорить и не знать, что он говорит непосредственно. Два основных момента, которые присутствуют, которые можно связать с углублением в слово. Если я их практикую, я углубляюсь в слово. Первый момент это размышление над словом. И те, кто знает, что такое христианское размышление, он знает, читайте, изучайте. Эта тема очень интересная. Размышление над словом. И второе, это практика. Даже размышления над словом недостаточно, чтобы серьезно углубиться. Размышление должно быть связано со второй частью, которая практика. Именно человек, который практикует слово, он углубляется в слово. И он будет ходить в этом слове. Какова же тенденция сейчас, я вижу? Люди любят слушать что-то новенькое. Вот, к примеру, они прослушивают определенную проповедь или определенное учение. Это коснулось их. Это им понравилось. Они согласились с этим. Они возрадовались. Поблагодарили Господа за себя и за проповедника, который высвободил это слово. К примеру, может, они помолились раз, два и три, согласно этого слова. Может, даже и переслушали. Но через короткое время их взаимодействие с этим словом закончилось. И тогда им надо другая проповедь. И они слушают другую проповедь с такой же радостью, с таким же весельем. И говорят, как здорово, как глубоко, как круто, как чудесно, братья. Но опять-таки, после нескольких дней вся эта глубокость и чудесность, она забыта. И таким образом подготавливается, как говорится, подготавливается к подиуму, к очередному слову, к очередной проповеди. Таким образом, отношение к слову высвобожденному остается поверхностным и неуглубленным. Один пастор в Америке некоторое время назад он заметил это. И он решил что-то сделать относительно этого у себя в общине. И вот представьте, очередное воскресенье, очередная, люди ожидают очередной проповеди, очередной пищи, очередного слова. Пастор выходит, открывает Библию. Такое-то, такое-то местописание. И с того узнают, что вы мои ученики, если будете иметь любовь, друг между другом. Аминь. Все сказали Аминь. Он закрыл Библию, поставил ее на кафедру, сказал, хорошего дня, всем вам благословений, с Господом. И ушел. Служение закончилось. Люди думали, это было как вступление или еще что-то. И закончилось. Кто-то повозмущался, кто-то поудивлялся, все разошлись. Следующее воскресенье выходит пастор. Все ожидают, соответственно, очередной проповеди. Он открывает Библию. Да любите друг друга, как я возлюбил вас. Так и вы любите друг друга. Аминь. Хорошего вам дня, благословенного времени. Служение подошло к концу. И ушел. Люди посидели, подумали, кто-то повозмущался, кто-то поудивлялся. И разошлись. На третий раз подобная картина. Опять пастор выходит, открывает Библию и говорит, «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем, всею душою, всею крепостью и всем разумением и ближнего своего, как самого себя. Хорошего вам дня. Аминь. Аминь». И ушел. На четвертый раз он высвободил определенное простое слово о любви. и говорит, «На этом служение закончилось». И он ушел. Но люди продолжали сидеть. Они продолжали размышлять. И вдруг что-то произошло на собрании. Пришел Дух Святой. Люди начали плакать. Люди начали вставать, подходить друг к другу и молиться за друг за друга. Кто-то исповедовался кому-то и каялся перед кем-то в своих грехах. Они начали обниматься. Пришла также радость. И люди начали смеяться вместе. Служение продолжалось. И люди приняли это простое послание, это простое слово. И они начали практиковать это. Дух Святой побудил их практиковать вот эту любовь, о которой они слышали. Специфически и конкретно. Вот это значит углубление в слово. О слове можно дискутировать, общаться. И это все имеет место быть. Но углубиться в школу, в школу, в слово двумя способами. Размышления и практика. Иисус говорит, блаженны, когда исполняете. Если вы знаете, блаженны, когда исполняете. Вы знаете, люди иногда могут слушать что-то, сидеть, ничего новенького нету. Я, в принципе, это уже знаю. Блажен не тогда, когда знаешь, а когда исполняешь. Одно дело, когда, оу, я уже это исполняю. Тогда уже происходит углубление. Я думаю, это то, что начинает делать Бог. Он повышает уважение к своему слову. А вот на кого я призрю. И потом он говорит на трепещущего перед словом моим. Помните, бесы тоже верят, что Бог есть и трепещут. Трепетать над словом это иметь глубокое почитание и любовь к слову. И трепещущий над словом это тот, кто исполняет слово, а не просто восхищается Божьим словом. восхищаться недостаточно. Вы знаете, в одном месте, не буду сейчас открывать, но всем вам известно это место. А в пророке Иезекиле пророк Иезекиль очевидно у него было где-то место, где-то какое-то собрание. И собирались регулярно люди и он делился то, о чем говорит Господь, делился своими откровениями. И мы все понимаем, что Иезекилю, который переживал и Херувимов, и славу Божию, и подобие славы Божьей в разных ее ипостасях, и Господа на престоле с Апфировым и так далее, и тому подобное. И как он взаимодействовал со славой Божьей, у него было чем поделиться. И также он говорил практически какие-то вещи, слова. И в этом слове сказано, что к тебе приходят, я так перефразирую, к тебе на собрание, и ты для них как певец с красивым голосом. Ты вот это попел, поговорил, они восхитились, возрадовались, разошлись, и каждый продолжает заниматься своими делами. Они не приняли это слово с уважением, глубоко, чтобы разойтись, практиковать это слово. Им просто понравился акт. И вы знаете, это может легко стать, когда кто-то вещает, и кому-то вещают. Это как, знаете, концерт такой. Что ты мне новенького скажешь? Да? Афинский синдром. Что афиняне ничем больше не радовались, как только слышать что-то новенькое? Вот это принцип слышания что-то новенькое. О, какая глубина откровения. Но прыгни в эту глубину и начни практиковать ее. Тогда будет больше толку. Лучше послушать одну проповедь, которая коснется, взять оттуда и практиковать это год, чем за год послушать пятьсот проповедей и так толком не практиковать ни одной. Слово Божье не для развлечения, Слово Божье для назидания, наставления, исправления, утверждения, укрепления, укоренения в праведности. Да, да будет совершен всякий Божий человек ко всякому доброму делу приготовлен. Слово Божье, оно снаряжает нас. И нам нужно углубляться, как Давид в Псалме 118 говорит, а я углубляюсь в откровения твои. То есть можно получить откровения, два человека получили откровения. Один углубился, а другой не углубился. Это то, что будет происходить. Господь будет замечать тех, кто будет трепетать перед Его Словом. И кто будет трепетать перед Его Словом, углубляться в Его Слово и практиковать его, тот будет получать наделение силой, властью и могуществом Царства, чтобы вот это вот Слово распространять. И это то, что я увидел в духовной сфере. То, что вот сейчас Господь делает и обращает внимание. Я также увидел и услышал некоторые вещи простые, о которых сейчас хочу поделиться. Это не просто послание. Это то, что Господь активирует сейчас непосредственно в теле. Одно из вещей. Смотрите, в каждого из нас всегда что-то входит и что-то выходит. Воздух входит в нас и такой же воздух, но с большим количеством углекислого газа выходит. Пища входит в нас и выходит. Вода входит в нас и выходит. Учение входит в нас и выходит. Слово входит в нас и выходит. То есть с каждым это происходит. Что-то входит или выходит. если мы смотрим на некоторые вещи это не только связано то что я говорю это не только связано с человеком мы можем взять неодушевленный предмет такой как машину в нее что-то входит горючая до бензин и выхлоп через выхлопные газы отработки что-то выходит в дерево что-то входит через корни и что-то посредством плодов выходит хорошо и это то что я услышал эффект сияние эффект излучения глубинный эффект что такое глубинный эффект это эффект глубины это эффект бездны все что в глубине и то что глубоко имеет больше потенциала влияние и могущество чем то что на поверхности сейчас будут высвобождаться вражеские волны и сейчас будут высвобождаться божьи волны писание в одном месте говорит если враг придет как река дуновение господа погонит его и что самое интересное что поставлена запятая там в неправильном месте потому что в оригинале этого нету если враг придет как река дуновение господа погонит его они если враг придет как река иногда поставить запятую не в том месте может изменить смысл до целого целого предложения такой знаете чем важна глубина я помню ситуацию как один аквалангист которого я знаю он рассказывал о своих друзьях где где-то там малайзии помните в свое время было цунами было цунами и смыло несколько островов там то есть были определенные проблемы катаклизмы очень много людей погибло которые были на отдыхе но эти ребята в этот момент погружались где-то там в море в глубину и потом когда они всплыли они увидели этот разрушительный эффект этого ценами но когда они были в глубине они не они не почувствовали ничего ребята чтобы вам не беспокоиться не волноваться и не переживать о волнах которые нахлынут на этот мир на разрушительных цунами и на созидательных божьих идите в глубину волна в глубине вас не достанет этим и хороша глубина чем глубже тем лучше сокрыт спрятан и писание говорит мы сокрыты со Христом в Боге какая волна может поколебать нас если мы сокрыты со Христом в Боге волны придут и Юрий говорил Кузьмин об этих волнах и один из основных моментов которые он говорил упование на Господа получение от Господа где это все это происходит в глубине это не происходит на поверхности так вот первое я услышал глубинный эффект другими словами чтобы я был эффективен я должен углубляться чтобы я был эффективен я должен быть на глубине я должен быть в глубине божьей чтобы быть эффективным и чтобы в этом был эффект и в жизни чтобы был эффект такого человека и чтобы в служении был эффект такого человека следующий вопрос следующее то что я услышал эффект сияния когда что-то сияет я даже совмещу это эффект сияния и эффект излучения когда что-то сияет оно излучает нечто лучи есть мощные излучатели а есть слабенькие излучатели и если я возьму мощный излучатель и слабенький излучатель то мощный излучатель подавит будет подавлять и угнетать излучение и сияние излучение более более слабого излучателя также более мощный сиятель будет поглощать своим сиянием сияние более слабого сиятеля послание мы сиятели мы излучатели мы излучаем Господа сияем его сиянием прежде всего это его свет это его слава это его сила это его природа и чем больше мы сияем тем больше мы влияем чем больше мы излучаем электромагнитные полей и волн тем больше мы влияем чем сильнее в нас радиация радиоактивное излучение тем больше мы будем влиять на других и тем меньше мы будем влияем тьма не способна влиять на свет там где свет реально светит иисус говорит если твой свет есть тьма то какова эта тьма если на нас как верующих влияет тьма демоническая страхи волнения в какой бы манере не проявлялось бы это влияние если это влияет на меня это говорит о том что я слабый излучатель и слабый сиятель и мое мои излучения радиоактивный эффект очень низок и незначителен и он подавляется чем-то другим но мы понимаем когда истинный свет светит кто есть господь тьма не может объять его внутри нас есть тот кто есть самый мощный сиятель самый мощный излучатель славы природы света огня звука грома молнии елея чего бы то ни было это господь иисус христос христос в нас мы всего лишь как бы оболочка в которую заключен христос для того чтобы через нас сиять и влиять и высвобождать подавляющее влияние Царства Божьего человек влияем этим миром и этой мировой системой только тогда когда он дает ей повод влиять когда он любит ее когда есть похоть плоти похоть очей и гордость житейская и через это через эти три канала три пуповины он соединен с миром и осуществляется взаимодействие но чем больше мы любим господа чем больше мы пребываем в нем и он пребывает в нас тем больше мы будем высвобождать и влиять вы знаете когда враг придет а враг придет дуновение господа руах дух господа как река погонит его остановит и погонит его и это будет происходить через нас нам нужно учиться и практиковать не как светиться а как сиять как высвобождать эффект излучения и сияния и это тот кто будет находиться во глубине Божьей в недре Божьем написано об Иисусе он был сущий в недре отчим в утробе Бога в глубине Бога и написано он явил Бога он сиял Богом он излучал Отца потому что он пребывал в глубине с Отцом и когда мы пребываем Духом Святым в глубине в Иисусе Христе мы будем излучать Отца Сына и Духа Святого являть Его и это сияние ничто не сможет подавлять и ничто не может затмевать Итак глубинный эффект эффект сияния и эффект излучения Ученые некоторое время назад они продолжают открывать звезды и они открыли некоторые виды звезд которые обладают очень мощным и могущественным высвобождением энергии в виде электромагнитных излучений квантовых излучений и так далее они называют эти звезды пульсары квазары магнитары и обо всем этом вы можете прочесть в Википедии нет смысла говорить что это значит но что объединяет эти звезды что они очень мощно излучают энергию и это очень мощно влияет на их окружение и они этой энергии подавляют сияние и влияние других звезд я верю это то что Господь хочет сейчас чтобы его сыновья и дочери начали практиковать тьма пугает лишь тех у кого нет света тьма страшна только тогда если у тебя нет света но если ты ходишь во свете подобно как он во свете то имеешь общение с друг с другом и кровь его очищает от всякого греха крови Иисуса очищает только тех кто ходит во свете а не тех кто ходит во тьме тьма будет сгущаться но и свет будет гореть еще ярче поэтому мы призваны о Бог призвал нас Писание говорит в чудный свой свет чудный это чудесный это чудотворный и когда мы начнем излучать этот свет мы будем видеть больше чудотворений в своей жизни и это то что Господь собирается делать на удивление миру и на удивление церкви сейчас начнут подниматься люди которые будут которые призваны в чудный его свет сиять и излучать его и будут видеть и иметь чудотворное служение их слова будут творить чудеса знамения и великие явления это то чем я с вами хотел поделиться люблю вас и благословляю во имя Иисуса аминь и это это